Абаканская станция У всех цель одна – максимально быстро оказать медпомощь и оперативно доставить пациента в стационар. У нас обычно где-то около 500 звонков на скорую поступает в сутки. И больше всего, наверное, это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, стенокардией, онкологических больных много. УРЗ детей с повышением температуры стабильно много. Тем более сейчас, видимо, из-за того, что в межсезонье увеличилось количество больных ОРВИ и заметно увеличение числа вызовов именно с температурой. Школьникам Абакана сегодня выдалась редкая возможность увидеть сам рабочий процесс. С 2017 года Российское движение школьников реализует один из замечательных всероссийских проектов «Классные встречи». С 2019 года данный проект входит в проект национального образования. И вот буквально с 2019 года мы практикуем такие замечательные встречи, когда дети имеют возможность пообщаться, познакомиться с руководителями таких вот замечательных служб, как «Скорая помощь». Детям показали и спецоборудование. Благо в столице Хакасии материальная и кадровая база оказания неотложной помощи на высоком уровне. В сегодняшний день есть стандарты по укомплектованию машин «Скорой помощи» медицинским оборудованием. Все наши автомобили «Скорой медицинской помощи» укомплектованы в соответствии со стандартом. В среднем в каждом автомобиле «Скорой медицинской помощи» находятся 32 единицы медицинского оборудования. Медбригады «Скорой помощи» сегодня имеют на вооружении современные лекарственные препараты, а также и диагностическую технику. Можно на месте снять у больного кардиограмму и параллельно провести обследование. А это значит, что медики могут поставить первоначальный диагноз, чем увлечит работу врача в приемном отделении больницы. Встречи со школьниками продлятся в течение нескольких дней. За это время ученикам объяснят все тонкости медпрофессии. Сегодня ни для кого не секрет, медицина Республики нуждается в молодых кадрах. Юрий Вариводар, Руслан Шалгинов, РДС. Руслан Шалгинов, РДС.